Заранее мне нравится следующая песня, она называется «Чтобы ты была счастливой». Дай мне веру и надежду, и любовь свою Россия, сторона моя родная, родниковая Россия, одного мне в жизни надо, чтобы ты была счастливой. Сторона моя родная, родниковая Россия, одного мне в жизни надо, чтобы ты была счастливой, родниковую водою. Молча вот это нажатие. Поддержу автора. Ну, знаете, во-первых, я представил условно, я просто представил, что Николай исполняет эту песню совершенно по-другому. Без вот этого лубочного балалайка там сзади. То есть вот так, задушевно, как может Николай. И это будет совсем другая история. Я очень люблю этномузыку. И я очень не люблю вот этот эстрадный такой вот наш фольклорный стиль, который вот в советское время сложился и который, ну я считаю, прям испортил и подпортил вообще вот эти все этнические мотивы наши русские. Так, давайте сразу проведем некую дефиницию. Что вы имеете в виду вот конкретно под этим стилем? Потому что в советское время, например, был ансамбль «Ариэль». И у них там этника была хороша. Нет, нет, нет. Я имею в виду, ну, условно, Людмила Зыкина, это, ну вот, она яркий пример того, что я говорю. Ну, она гениальная певица, которая прям была олицетворением России. Но вот у нее именно был вот этот вот советский фольклорный стиль. Ну, просто она самая яркая была. Ну, еще раз говорю, она гениальна. Но вот все остальные, это были вот, ну, я не знаю, как сказать, опопсованный фольклор. Илья, вам-то как? Первое, это то, что действительно, если бы спел Николай Расторгуев, то это бы звучало по-другому и звучало бы, мне кажется, намного лучше. Поэтому здесь может быть проблема в том, что исполнено неправильно. А сама песня, например, хорошая. Давайте с автором поговорим. Марина Кабанова, город Белозерский, Московской области. У нас на связи. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, здравствуйте всем. А вы сами пели в этой песне или у кого-то попросили? Нет, нет, это пела девочка с нашей музыкальной школы. Теперь она, правда, студентка уже у вокального отделения. Потому что я сама не пою, я только стихи пишу. Ну, и тексты песен я пишу в разных жанрах. А музыку кто? Музыку Алексей Карелин, мой друг. Мы написали песню, вот мне хотелось именно красоты добиться какой-то. Потому что я понимаю, что очень можно накрутить, накрутить всяких образов, вот, эффектные. Но хочется как-то возвращаться именно, вот, может быть, в прошлое. Может быть, потому что возраст уже все это, не знаю почему. Хочется красоты какой-то. Я писала ее на мелодию, уже готовую. Но спасибо вам за внимание, спасибо за советы. Очень ценный вообще вот этот проект много дает в плане того, что действительно понимаешь, что иногда пишешь, чтобы выразить свои чувства. А, наверное, все-таки надо ориентироваться на исполнителя больше. Спасибо, Марина. А можно, пожалуйста, немного о вас, о вашей биографии? Вы кем работали? Или работа ЕТЕ, может, еще? Я по профессии документовед работала начальником отдела продажа заработной платы на авиационном полигоне. А в настоящее время я на пенсии. Вот такой постоянной работы нет, только сезонной иногда бывает в садовом центре. А так у меня сейчас вот время зимнее для творчества, для общения, для друзей, для семьи. У меня дети, внуки, друзья, родные. И поэтому, не знаю, мне хочется вам сказать спасибо, потому что я считаю, что вы теперь мои друзья. Марина, подождите, не отключайтесь. Во-первых, я вас поздравляю, вы попали в топ-100. Это уже большая... Да, это уже победа. Это победа, да, однозначно. Ну вот я уже сказал, почему я 10 баллов вам внес в ваш рейтинг. Мне просто интересно, кого из современных исполнителей вы представляли под эту песню? Кто сейчас? Марину Девятую. Так, да, не знаю, а такую Марину Девятую. Потом, ну, я знаю из исполнителей, ну, современная моя ровесница Людмила Николаева, народная артистка России, Надежда Крыгина, Анастасия Митинюк, есть такая молодая певица, вот с очень красивым голосом. Вот как бы я представляю их. Ну, я понял ваше пожелание, то есть, ну, если вы по баллам там наберете, она пойдет там в следующий тур, то, ну, хотя бы у нас будет представление, кому это можно предложить. Спасибо. Спасибо, спасибо огромное. Спасибо вам, Марина. Вы только не... Обещайте мне одну штуку, вы про пенсию никому не рассказываете, тогда никто не догадается. Ладно, хорошо. Отлично. И я не буду никому рассказывать. И мы не расскажем. Я даже не знаю, сколько знал. Я вообще промолчу. И дядя Коля помолчит. В общем, мы Кремень. Мы вас обнимаем. Спасибо вам большое. И аплодисменты автору. Браво. Браво. Открываем автору. Здравствуйте. Я Кабанова Марина из города Белозерского, Московской области. Член Союза писателей России, поэт-песник. Представляю песню на моей стихи, написанной московским композитором Алексеем Карелином. Чтобы ты была счастливой. Родина дает силы каждому из нас в любой ситуации. И мы, ее дети, тоже хотим, чтобы она была сильной и счастливой. Подари свою мне нежность, Подари свою мне силу, Дай мне веру и надежду, И любовь свою Россия. Сторона моя родная, Родниковая Россия. Одного мне в жизни надо, Чтобы ты была счастливой. Сторона моя родная, Родниковая Россия. Одного мне в жизни надо, Чтобы ты была счастливой. Родниковою водою Напои меня, как в детстве, Соловиною порою. Ты, мое, порадуй сердце. Сторона моя родная, Родниковая Россия. Одного мне в жизни надо, Чтобы ты была счастливой. Сторона моя родная, Родниковая Россия. Одного мне в жизни надо, Над тобою синекой. Пусть не льются злые ливни Об одном прошу я Бога Чтобы ты была счастливой Об одном прошу я Бога Чтобы ты была счастливой Чтобы ты была счастливой Родниковая Россия Об одном прошу я Бога Об одном прошу я Бога Чтобы ты была счастливой Родниковая Россия Открываем автора Открываем автора Открываем автора